Друзья мои, всем привет-привет! С вами Маруся, и у нас продолжение фанфика «Спектр» от автора Зи. Вы же знаете, что я заранее никогда не читаю фанфики, которые озвучиваю, но сейчас я пробежалась глазами по очередной главе, 23 главе, и понимаю, что здесь на ютубе будет выложен сокращенный вариант однозначно. Полную версию этой главы вы можете послушать в моем исполнении, пройдя по ссылке на Бусти, а также можете пройти по ссылке на сам фанфик, которая тоже прикреплена в описании под видео, и прочитать в оригинале. Ну а прямо сейчас у нас часть 23, называется она «Темный янтарь», и поехали! Досье «Спектра» Ким Тэхён, алиэс «Спектр», возраст 27 лет. Срок работы в организации 6 лет. Ноут, основатель и лидер «Спектра», создал «Спектр» для мести. Лояльность высокая. Тэхён любил бег. Хочешь быть здоровым – бегай. Хочешь быть умным – бегай. Хочешь быть счастливым – бегай. Так, кажется, говорили древние греки. А они знали толк физических упражнений, все же Олимпийские игры придумали. Ни в детстве, ни в подростковом возрасте, ни даже в юности Тэй никакими физическими активностями особо не увлекался. В основном он просиживал штаны за своим компом, находясь в своём собственном увлекательном мире. Пару раз с кем-то за компанию попробовал бегать. Было скучно и тяжело, и он решил, что это точно не его. А потом всё изменилось. Желание убежать было настолько сильным, что однажды он так и сделал – убежал. Нет, сбежать, конечно, не получилось. Ни от себя, ни от проблем, ни от реальности. Но всё же это немного помогло. Выкинуть эмоции и опустошить голову хотя бы на час. Бег – самая естественная и действительно полезная форма физической активности. И она подошла Тэйону на все сто. Вот только с тех пор, как он поселился в центре, ему пришлось от неё отказаться. Каждый день он говорил себе, что он здесь временно вот найдёт предателя и уйдёт отсюда. Вернётся к своему обычному, тихому и размеренному быту. Но разве можно вернуться в дом, который всё ещё под колпаком? Он уже и предателя вычислил, а всё равно продолжает жить в центре. И всё так усложнилось, что он и не представляет, как всё вернуть в нормальное русло. Тэйон настолько привык чётко разделять две свои жизни, никоим образом не смешивая их и ни в одну из них не привнося другого себя, что когда они смешались, он не понимал, что ему делать дальше, и главное – как всё вернуть назад. Иногда он размышлял о том, как бы всё повернулось, если бы Туз сразу после кражи отдал статуэтку Доку. Наверное, многого удалось бы избежать. И ранения Намджуна, и пыток Чунгука, и много чего ещё. Тот понедельник оказался настолько хреновым, что Тэйон едва сдерживался, чтобы вслух не заорать. Статуэтки в камере хранения не оказалось, а Хоуп написал ему, что их вор Туз решил совершить демарш и отказался отдавать балерину. Знаешь, что из всего награбленного именно она нужна была Спектру. Да, Спектру она действительно была нужна. Тэйон подключался к камерам в доме Хансоля и по поведению политика понял, что в дешёвенькой керамической подделке из тех, которые можно купить за три тысячи вон в любой сувенирной лавке, находится нечто очень ценное. Поставь самое важное на виду, и никто это не возьмёт. Потому что любой вор сразу вычислит, что неприметная статуэтка – это обычная подделка. Тэй очень надеялся, что в балерине будут какие-то улики против Нига и Хансоля, которыми он сумеет воспользоваться до того, как пройдут выборы и Хансоль окажется в парламенте. Так как после этого он получит неприкосновенность, и всё значительно усложнится. Тэйон вернулся домой, кипят раздражение на наглого вора Туза, портившего все его планы. Чтобы хоть как-то подбодрить себя, он взял несколько упаковок пива и лапшу на вынос. И разместился в гостиной, опустошая банку за банкой, заедая всё уже остывшей лапшой и продолжая, на чём свет стоит, материть Туза. Настроение поднять. Джеки вернулся, когда уже было около десяти вечера. Он, хоть и поколебавшись, согласился на предложение Тэй к нему присоединиться. Снял свою кожаную куртку, бросил её на диван, туда же полетела его сумка и сел на пол поближе к хозяину дома. Да если бы Тэйон тогда знал, что Джеки – это Туз, а в его бережно брошенной сумке находится статуэтка балерины цвета бедра испуганной нимфы, «Как бы всё повернулось тогда?» Тэй безразлично взмахнул рукой. «Пусть валяется». Он задумчиво разглядывал Джеки, покусывая нижнюю губу и периодически зарываясь пальцами в свои волосы. В голове немного кружило от стресса, усталости и выпитого до прихода соседа пива. «А почему ты всегда в чёрном?» Тот пожал плечами. И Тэйону казалось, что Джеки не ответит, но сосед отхлебнул из банки приличный глоток, вытер губы тыльной стороной ладони, после чего бросил. «Цвет моего сердца чёрный. Мощный торс, крепкие бёдра, вырисовывающиеся под облегающими штанами, но задница тоже хороша». Он её ещё при их знакомстве заценил. «Поведение, внешность — стандартный стопроцентный фактбой». Тэйон представил, как тот раздевает его быстро и умело, трахает своим языком его рот, а затем раскладывает его на любой поверхности и берёт, жёстко в темпе, с оттяжкой, не давая отдышаться, вытрахивая все мысли с его головы и нервозность, поселившуюся и удобно обустроившуюся в его теле. В упор, глядя на собеседника, Тэйон медленно, с намёком, проведя языком по губам, заметил. «У тебя интересный цвет глаз. Антрацит». Джеки помедлил, а затем положил свою руку ему на талию. И когда его не оттолкнули, тут же ловко подхватил его под бёдра и посадил на тумбу, отодвинув в сторону какую-то вазочку. Они целовались долго, мокрые, абсолютно грязно, а затем Джеки забрал свою сумку и ушёл к себе. «Если бы поставить этот момент на паузу, что бы Тэйон сделал? Взял бы его сумку и забрал оттуда статуэтку? Сто процентов, да! Но он бы точно сделал кое-что ещё. Снова прикоснулся бы своими губами к губам Джеки. В этот раз без спешки, излишне наигранной почти незнакомцами страсти, аккуратно и обстоятельно обследовал бы эти губы, этот рот, провёл бы кончиками пальцев по острым скулам и смотрел бы в глаза, которые темнее тёмной ночи и глубже самой глубокой и самой опасной бездны, искал бы в этих нереальных антрацитовых зрачках своё отражение. И почему это происходило? Каждый раз, о чём бы он ни думал, мысли плавно перетекали к Чунгуку и в фантазии о том, чтобы снова оказаться в его объятиях и верить, что всё не просто так. Но что с ним не так? Чён Чунгук, Джей Кей, Туз — всё это один человек, который заставляет его чувствовать чувства, которые Тихён чувствовать бы не хотел. Но кто его спрашивает? Он так долго помешивал ложечкой свой чай, что Джин, не выдержав, отобрал у него и ложечку, и чашку, а Тихёня не заметил этого. Он давно не бегал, но сейчас ему это было надо. Проветрить голову и истощить своё тело. А ещё очень хотелось помыться, стереть, смыть ту грязь, брезгливость, но он отлично знал, что ничего не поможет. Перед глазами всё ещё стояли кадры убийства Хансоля, свидетелем и руководителем которого он стал несколько часов назад. А сердце точило презрение и равнодушие Чунгука, когда тот уходил. Тихён, какой же ты лжец! Не понимаю, как эти глаза могут так смотреть, если они настолько лживы, чтобы через два дня все мои деньги до последней воны были здесь. И после этого я не хочу больше никогда тебя видеть, иначе пожалеешь. Оставив чашку на кухне, он побрёл в свою комнату, желая лишь одного. Завалиться в постели спать до утра, ну, чтобы без снов. Нажал на дверную ручку и... Несмотря на то, что в его комнате было темно, он сразу осознал, что там кто-то есть. Мне хватило пяти минут, чтобы вспомнить, кто ругался с Хоупом тогда, и кто сказал ту фразу про рабов и ошейник. Она настолько в твоём стиле! Ты застыл, услышав это тихое и отстранённое. Он зашёл внутрь, закрыв дверь, и подумав, подошёл к кровати, на которой сидел Чимин. Тот был напряжённым, его тело казалось неестественно натянутым, а линия челюсти, непривычно острой. Ты злишься на меня? Ким присел рядом. Флэшбэкнула на события двухмесячной давности, когда они сидели так же в темноте в квартире Чимина. И ты тогда подумал, выдержит ли это наша дружба, когда Чимин узнает, кто я? Комнаты разные. В отличие от квартиры Чимина, здесь даже окон нет. Ситуации разные. Но уже давно назревший, висевший да мокловым мечом над тихёным разговор. Больше прятать было невозможно. Пак повернулся и окинул друга нечитаемым взглядом. Затем, с видимым безразличием, пожал плечами. Я сидел здесь пару часов, не меньше, и думал как раз об этом. Я хочу на тебя злиться, очень хочу, но не могу. Потому что знаю тебя, знаю, что у тебя внутри, и что с тобой случилось тогда, и каким бы сволочным типом я бы ни был, я не могу быть с тобой таким же сволочным. Тихён молчал, и Чимин продолжил. Ты — это самое хорошее, что было в моей жизни. Да, я всегда злился на твою простоту и искренность, и идеализм. Но вместе с тем это как будто… ну как будто ты своей долбанной добротой делал немножечко лучше и меня. Я думал, если со мной дружит такой человек, как ты, значит, я не такой уж и плохой и безнадёжный. Но ты врал мне, обманывал меня, манипулировал мной, играл передо мной роль непонимания, и это ранит. Какими бы у тебя ни были мотивы, это ранит. Тихён почти до крови прикусил свою нижнюю губу. Ты можешь не понимать меня, но я выбрал тебя не просто так. Я старался дать тебе то, что ты всегда хотел, без чего не мог жить, то, что тебя мучило. Ты стремился доказать себе и остальным, особенно своим родителям, что ты достоин намного лучшего и намного большего, чем тебе в начале жизни выдали. Это обида и желание быть богатым. Это всегда было тем, что руководило тобой. Оно могло помочь тебе подняться ввысь, а могло очень сильно опустить вниз. Да, я мог найти кого-то другого, но я знал, что рано или поздно ты пойдёшь по такой же тропе. Так что я подумал, что лучше это будет под моим присмотром. Чимин кивнул. Ему всегда казалось, что это он приглядывал за Тихёном, но всё оказалось совсем не так. Они приглядывали друг за другом и всегда были друг у друга, хотя каждый скрывал весомый кусок своей жизни. Ты сделал меня богатым. Это то, чего я всегда хотела, так что... Нет-то ты, я не злюсь на тебя. И теперь я понимаю тебя намного лучше. Раньше я не мог соотнести тебя до смерти твоего дяди и после. Не понимал твоего упрямства во многих вопросах, и это меня очень беспокоило. Но теперь я знаю, что у всего непонятного для меня был смысл. И в твоей жизни было намного больше содержания, чем дешёвый рамён, одежда из масс-маркета, жизнь затворника и бесперспективная работа. И ты не поверишь, но это меня радует, что я не ошибся в тебе. Ча-Ину поднялся с постели, оглядел разморённого, довольного Чимина и принялся неторопливо одеваться. Натянул брюки, надел рубашку, галстук, затем, помедлив, достал из своей кобуры пистолет. — Хм, у взрослого мальчика целых два ствола! — хмыкнул Чим, красноречиво глядя на его ширинку и намекая на ещё один не менее мощный ствол. Ину задумчиво глядел на него, сжимая пистолет. — Изящный пак в одной незастёгнутой белоснежной рубашке на голое тело лежал на животе. — Я говорил тебе, чтобы ты не приходил, — лениво протянул Чимин. — Но ты снова пришёл. — Сделай так, чтобы я тебя больше не видел, понял? — добавил он уже привычное за последнее время требование. — Я больше не приду, — Ину смотрел на ласкающего себя, мурлыкающего от удовольствия Чимина, по-прежнему сжимая пистолет. Он облизал губы, пересохшие от снующих в его голове мыслей. Пока же его ответ позабавил. — Ой, прям не придёшь, — иронично переспросил. — Он знал, что тот кайфует ничуть не меньше, чем сам Чимин, и он всегда приходил, сколько бы Чим его не прогонял. Незавязанный галстук висел на шее Ину двумя заманчивыми полосками чёрной узкой ткани, и Чимин, не желая отказывать себе в удовольствии, потянулся, подхватывая Ину. Когда Пак наконец его отпустил, Ину выпрямился, вытер тыльной стороной ладони влажные опухшие губы, а затем немного безразлично пожал плечами. — Моя работа с тобой закончена, ты мне больше не нужен. — Твоя работа? — не понял Чимин. — Это какая? — Ину переложил ствол в другую руку. — Выкачать из тебя всю информацию и все деньги. Чимин замер, а после сообщения подорвался на колени. — Ты что сейчас такое говоришь? — требовательно переспросил он, ощущая поднимающуюся в груди волну паники. — Ты и твои друзья. Вы теперь банкроты. Ину навел пистолет на своего любовника и взвел курок. — Я полностью вычистил все ваши счета. Ты оказался слишком легковерным, Пак Чимин. — Сраная скотина! — взвыл ошалевший Пак. За пару минут его вселенная перевернулась с ног на голову. В голове мысли и догадки быстро цеплялись одна за другую, создавая понимание, что его провели, сделали как первостатейного лузера, подсадили на секс и новые ощущения, заставили чувствовать и потерять бдительность. — Ты использовал меня! — Но ты ведь сам говорил, что эмоции и чувства — это слабость, — невозмутимо парировал полицейский. — А слабаки тебе не нравятся. — Так в чем проблема? Сейчас ты смотришь на человека, у которого нет эмоций и чувств к тебе. — Теперь я тебе нравлюсь? — Теперь я знаю, — выплюнул Чимин, ощущая все унижение ситуации. — Он голый, ограбленный, поддавшийся чувствам, которые всегда презирал, и был за это полностью и справедливо наказан. — Что ты долбанное мудло! — Но ведь я тебе нравлюсь! — Эну взмахнул пистолетом, указывая на распахнутую рубашку пака. — Признайся в этом! Оглушенный случившимся Чимин молчал, так что Эну продолжил. — Сначала мы вычистили кота по подписи на одной из подделок. — Прижали его, и он сдал туза, а позднее и дока. — Ты банкир! — Он улыбнулся, давая понять, что знает о нем все. — Подставил сам себя. — Как видишь, мы неплохо поработали. — Скажи. — Эну приставил оружие к колбу застывшего пака. — Кто еще есть в вашей организации? — Чимин тяжело дышал. В груди отчетливо отстукивало каждую прошедшую секунду паника. Он облизал губы. — Четверо. Нас там четверо. Я, док, кот и туз. — Кто лидер? Пак помедлил. — Док. Я занимаюсь бухгалтерией. Кот рисует подделки, туз ворует. — На кого вы работаете? — На себя. — Да, иногда берем заказы со стороны. — И чьим заказом было ограбить Нигай Хансоля? — Не уверен, но кажется, это был не заказ, а тупое наблюдение. Он богат и любил антиквариат, почему бы и нет. — Куда вы дели статуэтку балерины? — Так продали совсем барахлом перекупщику. Там было много барахла, и статуэтка была неценная. Она пошла в нагрузку вместе с остальным. — Какому именно перекупщику? — Я не знаю. Глаза Ин усузились. — Ты же врешь, Пак Чимин! — его голос наполнился скрежущим металлом. — Не боишься смерти? — Да я же говорю, что не знаю! — вспылил Чимин. — Я не веду дела. Я занимаюсь исключительно деньгами. Пак Чимин никогда бы не достиг успеха ни в карьере банкира, ни в карьере члена банды, если бы плохо соображал, был мягкотелым и не умел подстроиться под ситуацию. А ситуация была хреновая, но это не значило, что под нее нельзя было подстроиться. — Мы — это кто? — задал он вопрос. — Кто попал под спектр? Теперь, когда он знал истинную личину своего босса, который больше не был безликим письмом в электронной почте от Тихеном, было понятно, что за ним придут следующим. — Полиция? Или ты на кого-то еще работаешь? Вместо ответа Ину неторопливо прочертил дулом кружочек на лбу своего любовника, вновь прижимая к его центру пистолет. Переставший дышать Чимин на мгновение прикрыл вейки, пытаясь выровнять свое дыхание. Затем открыл их, без страха уставившись в холодные глаза копа. — Ты же понимаешь, он вдохнул в легкий воздух, хотя в эти мгновения дышалось ему откровенно с трудом. — Ты же понимаешь, что меня убьют, когда узнают, что я потерял все их деньги. Мне не жить. Ину согласно кивнул. — Ну да, поэтому тебе стоит начать прятаться уже сейчас, и не только от своих. — Меня тоже стоит бояться, потому что ты мне больше не нужен. Ину стиснул зубы, а затем взвел курок. Он смотрел в глаза Чимина, а Чимин смотрел в его глаза. После Чимин на какую-то секунду, задержав дыхание, приподнял голову так, что дуло с его лба, опустилось ко рту. Разомкнул свои пухлые губы, вытянул язык и лизнул его. А затем раскрыл рот еще шире, продолжая смотреть в расширяющиеся зрачки Ину, пропуская пистолет в свой рот и осторожно погружая его внутрь. Один раз заглотнул второй, третий. Ему надо было уйти, ему давно надо было уйти от него. И сегодня приходить не было смысла. Все, что он должен был сделать, он уже сделал. Всю информацию он давно выкачал, но ему хотелось прийти сюда, и он был не в состоянии противиться своему желанию. Когда соединяешь удовольствие и работу, будь готов к тому, что эмоции могут поглотить тебя. Это только и кажется, что ты все контролируешь. На самом деле, это секс контролирует тебя. Ину освободил Чимин от оков, проведя пальцами по покраснениям и синякам, с трудом его отпуская. Снова оделся, в этот раз уже с твердым намерением уйти, но в дверях он остановился. «Уходи, Чимин!» Негромко проговорил, не оборачиваясь, но зная, что застывший Чим наблюдает за каждым его движением. «Уходи!» Некоторое время после того, как он ушел, было тихо. Спустя время послышался первый надрывный и неуверенный схлип. Потом еще и еще один. Чимин на коленях подполз к кофейному столику, где лежал его ноут. Открыл его и принялся по одному заходить на нужные сайты и вводить пароли. С каждым таким вводом он выл все громче. Отбросив ноут, подполз к подоконнику, сел под ним, прислонясь к стене, и вцепился в свои волосы, раскачиваясь со стороны в сторону в беззвучных рыданиях. Спустя какое-то время, размазывая слезы по лицу, он взял в руки телефон. «Тэхён, прости меня», – прошептал он, едва на другом конце ответили. «Я просрал все». «Чимин, что случилось?» «Тэхэ, я... я потерял все деньги». «Свои, твои, всех в спектре». «Прости». «Прости, что я не смог тебе помочь в твоей месте, а только все испортил». «Что произошло?» Чимин потер кулаками, соднившие глаза. «Меня обманули. Забросили наживку, и я повелся. Да какой же я идиот!» Опять в отчаянии взвыл он. «Чимин, подожди», – попытался успокоить его Тэхён, потому что его друг был на взводе, и он это понимал. «Вдохни и расскажи, что случилось». Но Чимин лишь покачал головой. «Такое не рассказывают. Такие феерические проколы хранят глубоко внутри, и всю жизнь потом пытаются о них забыть». «Это кот», – вместо ответа пробормотал он. «Это кот-предатель», – Тэхён помолчал. «Я знаю». «Чимин, послушай, деньги – это только деньги. Они приходят и уходят, но они не меняют и не могут изменить того, кто ты есть». Он еще что-то говорил, но Пак уже положил трубку. Он не вынесет ни утешений, ни оскорблений. Как бы Тэхён не отнесся к тому, что произошло, он не готов был сейчас его слушать. Чимин еще немного посидел на полу, блуждая в своих нереальных и очень обидных проколах, затем с трудом поднялся. Натянул на себе первые попавшиеся домашние штаны, так и оставшись босиком. Ноги почти не держали его, но он добрался к шкафу с хюмидором и достал из него сигару, которую уже несколько лет хранил для своего наибольшего триумфа. Но выкурят у нее в свой самый огромный провал. Кинг оф Денмарк Четыре с половиной тысячи долларов за штуку, упакованная в золотую фольгу и страза Зваровски. Он купил ее в одной из своих поездок за границу. Чимину всегда казалось, что он закурит ее где-то на берегу Средиземного моря, вырвавшейся с той, устоявшейся и опостылевшей жизни от той серьезной муштры, на которую он сам себя обрек. Когда заработает, достаточно, чтобы больше не работать и наслаждаться тем, что ему нравится и что приносит удовольствие. Десять лет он держал себя в тисках, не давая расслабиться, потому что у него была цель, и он к ней упрямо и упорно шел. Он хотел все контролировать, не давая расслабиться ни себе и ни тем, кто рядом. Но оказалось, что внутренний Чимин желал совсем другого. Внутренний маленький и слабый Чимин, который ничего не хотел решать, а хотел быть покорным и находиться под чьей-то защитой, очень легко сумел победить нынешнего сильного, крепкого и самоуверенного Чимина. Пак всегда потешался, когда слышал, что кого-то сумели раскрутить, поймав его на крючок секса. И вот он, один из таких. Он был уверен, что все контролирует, в то время как сексом контролировали его. Чимин вытер слезящиеся глаза, шмыгнул носом, щелкнул зажигалкой, но не прикурил сигару, а застыл, наблюдая за пламенем. Возможно, прошли часы, но он не осознавал, сколько времени продолжал бездумно смотреть на завораживающий его взгляд до огонь. Ни одной мысли, лишь оранжевые языки, лижущие воздух и все норовящее лизнуть его, побелевшие от напряжения пальцы. Из этого состояния его и выдернула пронзительная трель телефона. Наверное, Тэхён продолжает пытаться с ним связаться. Скользнул апатичным взглядом по дисплею. Неизвестный номер. Подумав еще раз, шмыгнул носом и ответил. Тэте? Чимин, ты сейчас где? Пак, услышав голос, который совсем не ожидал услышать, слегка недоуменно моргнул. Мозги работали и мысли думали с трудом. Дома? Вали оттуда и не возвращайся! На тебя открыто дело. О мошенничестве и хищениях в особо крупных размерах. Там собрано до хрена материалы. Уходи! Ты все же сдал меня. Неслушающимися его губами прошептал Чимин, пялись в пустоту. Это не я. После паузы ответил Инну. Сейчас же уходи! Надо собраться. Уходи! Тебя сейчас арестуют и в тюрьме убьют! Чимин отключил телефон, сунул его в карман, поднялся, хотя ноги были ватными. Он как-то совсем бездумно прошел через гостиную в коридор и открыл все замки Инны своей тяжелой бронированной двери, по-прежнему сжимая в ладони так и нераспакованную сигару. Едва он открыл дверь, как его схватили за руку и потянули за собой. Инну затащил ничего не соображающего Чимина в нишу, которая находилась рядом с входной дверью в квартиру Пака. Крепко прижал ладоньки в рту, так что тот и вздохнуть нормально не мог, контролируя его руки и плотно прижимая к себе чужое напряженное тело. Спустя буквально пару минут послышался топот, и в квартиру Чимина требовательно постучали. «Пак Чимин, откройте, это полиция! У нас есть ордер на ваш арест!» Чимин задрожал в руках Инну, а тот еще крепче к себе его прижал. В какое-то время в дверь упорно стучали, выкрикивая угрозы, затем ее выбили. А Инну продолжал удерживать Пака. И только когда визитеры, ничего и никого не найдя, ушли, он в конце концов его отпустил. «Сейчас они проверят камеры на этаже и будут знать, кто помог тебе сбежать!» Ровным тоном проговорил Инну, пока испуганный, измученный этим убийственным днем Чимин напряженно вглядывался в его глаза. «Нам нужно уходить!» И потянул его за собой. «Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо. В такие моменты попросту иного выхода нет, кроме как мобилизовать все внутри, тем более, когда есть цель. Но, с другой стороны, когда в его жизни что-то шло по плану или так, как хотелось бы?» Тихен помассировал виски, сидя в своем убежище и глядя на сообщение от Чунгука. Там было всего три очень нервных слова. «Где мои деньги?» Кто-то бы сказал, что Тихен избегает Туза и, возможно, был бы прав, но Тихен не понимал, что должен ему сказать. Не после того, как Чунгук сообщил, что знает, что он и есть спектр. Никогда не подготовил его деньги и даже не рассказал ничего Хоупу, не особенно тогда, когда узнал, что этих денег уже и нет. Чунгук не отвечал, он отключил телефон и исчез со всех радаров. «Я потерял все деньги. Свои, твои, всех в спектре. Прости». «Сколько нужно подорожников, чтобы вылечить внутренний мир?» Тихену не помогли бы все подорожники этой и других вселенных. Кажется, эта ловушка, в которую он попал шесть лет назад, а в особенности после того, как в его дверь больше двух месяцев назад постучал Джей Кей, понемногу уменьшается в размерах, сплющивается и грозит в скором времени его полностью раздавить. Но Тэ настолько близко к своей цели, что нет смысла пытаться из нее выбраться и как-то себя спасти. Остаются буквально дни, а может, даже и часы, когда все, наконец, закончится. Он слишком устал за эти годы. Устал нести эту ношу. И сейчас, когда все близилось к своему завершению, он даже не знал, что чувствует. Только бы вычеркнуть имя. А потом? А если у него вообще потом? Тихен скользнул взглядом по доске со списком имен на стене. Вздохнул, сунул телефон в карман, набираясь решимости, чтобы вернуться в центр и столкнуться один на один с Чонгуком, который явно его там поджидал. Он вышел из своего убежища, опуская тяжелую дверь и направляясь на выход из здания. Шел Тэ медленно, будто это могло отсрочить его встречу с Тузом и с презрением в его глазах, жестах и словах. Конечно, Тихен сам виноват в этом. Остается чужую ненависть только принять. Особенно теперь, когда денег Чонгука больше нет. Когда Тэ вышел на улицу, из бокового коридора, обождав несколько мгновений, показался Туз. Он весь день следил за Тихеном, и тот сам его привел сюда. Гук увел код, который прислал ему нам Джун. Мрачнее еще больше, когда тот подошел и послышался едва слышный писк. Он поднял секционные ворота, заходя внутрь. Хакерское логово Тихена было небольшим. Почти все пространство занимал длинный стол с десятком работающих мониторов. Небольшая кушетка, что-то вроде кухни с кофейным аппаратом и сложенными в ряд пачками рамена. В углу беговая дорожка. Стены были усеяны заметками. Особенно выделялась доска со списками имен. В которой была прикреплена немного потрепанная карта Таро, десятка мечей, на которой изображался мертвый человек, проткнутый десятью клинками. На столе в рамочке нашелся уже знакомый Чону небольшой портрет мистера Ли, а рядом с ним стояла статуэтка балерины. Чонгук застыл, глядя на эту сраную, настолько извращенно попортившую ему кровь и жизнь балерину. Ну что ж, ворот из статуэтки найден это, Ким Тихен. Ненависть и злость въедались вены, и он очень старался не дать им себя поглотить. Чонгук еще немного огляделся, сел в кресло Тихена, забросив ноги на стол и принялся ждать. Он знал, что Тихен вернется, потому что здесь были камеры. А после того, как нам Джун проник сюда, и Ким об этом узнал, он явно усилил защиту этого места. Ждать пришлось недолго. Тихен не настолько далеко ушел, прежде чем сработала его дополнительная сигнализация. Он возвращался сюда, уже зная, кто находится внутри. В камере наблюдения в своем телефоне он видел туза, нагло развалившегося в его кресле. Ну что ж, разговор будет даже раньше, чем он думал. Когда Тихен вошел в свое убежище, Чонгук даже не пошевелился. Он продолжал лениво щелкать кнопкой, переключая камеры. Некоторые из них были установлены в центре. Хм, оказалось, босс всегда наблюдал за своими работниками. Издевательски протянул он, даже не глядя на Те. Тихен подошел ближе, сделав пару осторожных шагов. Он засунул руки глубоко в карманы своих брюк. Я установил их пару месяцев назад, когда пришел в центр. До этого я никогда там не был и не знал, чем он живет. А зачем вообще пришел? После того, как место твоего жительства два раза было слито, стало понятно, что в центре есть утечка и кто-то играет против спектра. Я не планировал приходить, но Чимин сам предложил. Я долго думал и в итоге решил, что, наверное, все, что происходит, не зря. И если Чимин свел нас как соседей, если после этого он предложил мне пожить некоторое время в центре, я подумал, что такое происходит не просто так, и согласился. Это был шанс найти предателя и уберечь остальных. И как? Нашел? Глухо поинтересовался Чунгук, по-прежнему не глядя на него. Да, нашел, это было несложно. Да, достаточно немного копнуть. Чин тоже знал. Благодаря камерам, утыканным в центре, он случайно выяснил это. И очень мучился, не знал, кого должен защитить, этого человека или остальных. И решил ничего не делать, остаться в стороне. Понадеялся, что все закончится тем нападением на меня в доме, и промолчал. А потом серьезно ранили Дока, и его мир рухнул. Он взял всю вину за случившееся на себя, съедая этим себя изнутри. И кто крыса? Спокойно поинтересовался Гук. Я не скажу. Кто? Рявкнул он, резко поворачиваясь к Тихену лицом. Я не скажу. Повторил Те, хотя тяжелый и грозный взгляд вора, хриплый от сдерживаемых эмоций голос, жестко припечатывал его к стене, заставляя хотеть отвести взгляд. Но Тихену продолжал смотреть на Чонгука. Губы Чона сжались тонкую линию, после чего расплылись в немного приторной улыбке. Ты мог бы и солгать. Ты же любишь лгать. Одной ложью больше, одной меньше. Да какая вообще разница? Тихену едва поборол желание обнять себя руками. Словами Чонгук бил не хуже, чем бил бы руками или ногами. — Я не лгал тебе, — негромко проговорил он, хотя его голос оставался ровным и твердым. Но Чон успел поймать чужой рассеянный взгляд, прежде чем Ким вернул себе самообладание. Не договаривал, кое о чем умолчал, но я старался не запутываться во лжи. Я оказался в ситуации... — В ситуации, когда обманывал всех вокруг? — перебил его Чонгук. — Делал вид, что ты весь такой правильный и невинный, несчастная жертва обстоятельств, оказавшаяся среди жутких воров, а сам был хуже всех. Тихен молчал. Просто переваривал ту боль, которая безошибочно ранила изнутри острыми и широкими ножами. Он не удержался и все же обнял себя руками, стараясь изгнать из глаз все свои эмоции и чувства, которые, конечно же, нельзя показывать своим врагам. — А Чонгук ведь теперь его враг. — А Гука злила это, бесила! — Потерянный, несчастный Тихен, который пытался сдержаться, но у него это охренеть насколько не получалось. — Зачем ты украл статуэтку? — В ней Хан Соль хранил ключи, данные его банковской ячейки. Поэтому он так ее искал. А когда записи все же выплыли наружу, он хотел найти заказчика, чтобы отомстить. Чонгук хмыкнул. — Когда Хан Соль пытал меня, он требовал назвать имя заказчика. — А я даже не знал, что в этот момент защищал тебя, — язвительно закончил он. Тихен скинул на него острый, внимательный взгляд. — Иначе рассказал бы ему. — Тебе бы стало легче, окажись в том подвале и я. — Гук спокойно и терпеливо дослушал все, что вылетало из этого рта. — Когда мы с ним встретились во второй раз, я уже знал, кто заказчик, так что не смей смешивать меня с дерьмом. Он скачал на ноги и схватил Кима за руку. Крепкой, почти железной хваткой сжимая запястье и едва не выворачивая его, потянув на себя, чтобы больно вцепиться пальцами в его подбородок, заглядывая в чужие распахнутые, всполошенные глаза. — Скажи, — прошепел Чунгук, — скажи, что не получал удовольствия. Скажи, что все твои стоны были наигранными, а взгляды лживыми! — крикнул он ему в лицо. — Признайся! — Нет, — прошептал Тихен. И Гук впился в его губы злым, требовательным поцелуем, смотрел в пронзительные темные янтарные омуты напротив и не понимал, что скрыто в глубинах этих завораживающих и очень серьезных глаз. — Значит, спектр создан для мести? — спросил он. Тихен молчал. — Нахрена? Нахрена ты кладешь на это свою жизнь? — А ты не понимаешь? Ты немного нервно пошевелился, и Чунгук хоть и нехотя, но его отпустил. — Ты же хотел отомстить за наставника и пса, и за подвал тоже. А Джин мстил за свою бабулю и знал, что это правильно. Месть дает завершение и чувство, что справедливость все же восторжествовала. Это нормально — хотеть отомстить, когда унижают, оскорбляют, убивают твоих близких, тех, кто тебе дороже всего? — Хотеть отомстить нормально, — возразил Гук. — Отдавать на это жизнь — нет. Те покачал головой. — Ничего ты не понимаешь, дело не в мести. Вернее, не только в ней. А если я предложу тебе уйти сейчас со мной, бросить все, оставить свою месть, ты бы пошел со мной? — Но... Те растерянно глядел на него. — Я не могу, не сейчас. Я в шаге, чтобы все закончить. — Те хён, — жестко проговорил Чон Гук, — ты пойдешь со мной? — Ему надо было услышать ответ сейчас. — О чем ты? — Я должен закончить то, за что взялся. Ты неосознанно отступил от Гука на шаг назад. — Я не зашел так далеко только за тем, чтобы зайти так далеко. — Это то, что я должен сделать. Да я ради этого живу. — Не ради того ты живешь, Тахёна. — Да или нет, говори. — Да я не понимаю, зачем, зачем ты это делаешь? — Зачем ты ставишь такой ультиматум? — Зачем сравниваешь то, что сравнивать нельзя? — Ты и спектр — это разные вещи. Чон Гук не веришь и глядел на него. — Ты, спектр, это разные вещи так легко выпорхнуло, что он никак не на первом месте. На первом для Тахёна месть. — Я не могу поверить, что ты выбрал не меня, — пробормотал он, пораженный этим пониманием. — Ты моя яма, но я продолжаю рыть. — Послушай. Тахён прикоснулся к его груди, ощущая под своей ладонью бешено бившееся сердце. — Дай мне шанс, — попросил он. — Дай нам шанс. Всего один шанс закончить то, что я должен закончить. — А потом мы еще поговорим, и если ты будешь этого еще хотеть, я уйду с тобой. Чон Гук не ответил. А кинул его прощальным презрительным взглядом, оторвал его руку от себя, развернулся и ушел. Этахён долго смотрел на закрытую дверь, будто ждал, что она распахнется и Гук вернется. Но этого не произошло. Он, обняв себя руками, перевел взгляд на доску. На то, что он выбрал. Десять имен, девять из которых были вычеркнуты. Последнее вычеркнутое — это Нигай Хансоль. Осталось всего одно имя. Дживон. И на сегодня это все, друзья. Продолжение следует. С вами была Маруся. Желаю вам прекрасного настроения, хорошего дня, до скорой встречи и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...